Приветствую вас. За последние сутки в Грузии число инфицированных новым вирусом увеличилось на 2911 и на 11 ноября достигло 66 561. Скончались 566. Из них за последние сутки 45. Премьер-министр Грузии, переболевший коронавирусом, вернулся к обычному рабочему режиму. 12 ноября в Тбилиси состоится решающий матч Лиги нации УФА между сборными Грузии и Северной Македонии. Победитель финала получит право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года. Ни одна из этих команд никогда еще не участвовала в чемпионате Европы. К сожалению, за два дня до такого ответственного матча у полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Ливана Шингелия выявили коронавирус и оба игрока находятся в изоляции. Матч рассудит бригада судей из Англии. Грузия по просьбе Баку и Эревана в виде исключения предоставит воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих российских миротворцев в зону Нагорно-Карабахского конфликта. Напомню, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября текущего года. Однако обстановка в Ереване остается крайне напряженной. Тысячи протестующих требуют добровольной отставки премьер-министра Армении, а оппозиция хочет добиться разрыва соглашения Еревана с Баку и Москвой. В этом году урожай цитрусовых не особенно богатый, но зато более качественный. За сезон планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов. Мандарины из Грузии вывозятся в основном в Россию, Азербайджан, Армению и на Украину. В Грузии начали готовиться к Новому году. В Тбилиси уже начали монтаж праздничной иллюминации. Установка новогодней иллюминации продолжится до середины декабря. Казахстан планирует открыть почетные консульства во всех крупных городах Грузии. В Грузии уже функционируют два почетных консульства Казахстана – Ватуми и Рустави. А главное консульство работает при посольстве Казахстана в Тбилиси. Удачи всем!